Бутовский полигон, мемориальное кладбище, место массовых расстрелов и захоронений. Здесь только за один год с 37 по 38 было убито более 20 тысяч человек. Среди них священнослужители, исповедники и новомученики российские. Этот подвиг свидетельствует о высокой вере этих людей и преданности Господу. Потому что мы знаем, что здесь людей расстреливали без суда и следствия. Они не добивались правды. Их правдой была их вера в Бога. Ежегодно, начиная с 2000 года, в четвертую субботу после Пасхи на Бутовском полигоне под открытым небом совершается патриаршее богослужение. В этом году день собора новомучеников Бутовских пришелся на 13 мая. Нет больше в мире места, где было расстреляно столько православных христиан. Прихожанка Зачатевского храма, а у нашей матушки Гумени Ульяне Владимир Дедушка Амбарцумов здесь похоронен. Здесь расстрелян на Бутовском полигоне. Поэтому я сюда приезжаю почтить память. До сих пор до конца неизвестны имена и точное число погибших и захороненных здесь. Бутовский полигон площадью в 6 гектаров стал одной братской могилой для священнослужителей и мирян, пострадавших за веру. Всех приехавших на богослужение в этот день объединяла общая скорбь. Когда я здесь бываю, здесь всегда ощущается сила и помощь всех святых и новомучеников, которые похоронены здесь, на Бутовском полигоне. Божественную литургию под открытым небом совершил патриарх Сеаруси Кирилл, в котором приняло участие духовенство Москвы и Московской области и Видновского благочиния. По завершении литургии патриархам были вознесены молитвы святым новомученикам и исповедникам Церкви Русской. В этом году исполняется 80 лет с начала массовых казней на Бутовском полигоне. Здесь планируется возвести мемориал «Сад памяти», в котором на специальных плитах будут нанесены все известные имена расстрелянных. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.